Ну что ж, друзья мои, мы продолжаем с вами наш ежедневный эфир, бизнес-канал на Финам.ФМ, двухчасовая ежедневная, еще раз повторю, программа, в течение которой мы говорим о разных вещах. Первая часть – это сухой остаток, мы обсудили сейчас динамику на финансовых рынках. Ну и самое время более точно поговорить о бизнесе в России, о том, как он выглядит, как он строится, пообщаться с его яркими представителями. И сегодня, собственно, очередной из них, точнее очередная очаровательная гостья у меня в студии, я представлю ее. Это Ольга Куценко, член Федерального президиума Ассоциации молодых предпринимателей России. Добрый день, Ольга. Добрый день. Тема нашего эфира сегодня – социальное предпринимательство в России. Ну такая, на мой взгляд, новая, что ли, да, незнакомая многим идиома, социальное предпринимательство. Даже, может быть, сказать, что на первый взгляд противоречие в самом названии не так кажется. Сейчас Ольга нам объяснит, так ли это на самом деле. Единственное, что я еще раз повторю, еще раз напомню для вас, уважаемые слушатели. Телефон в студии 6510-99, 6, код Москвы 495. Сайт компании finam.fm. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы и делитесь собственным мнением. Ну что ж, Оль, давайте начнем. Ну и первый вопрос, наверное, резонный, традиционный. Что такое социальное предпринимательство? В чем суть этого? Вы знаете, вопрос состоит в том, что в России нет единого подхода к определению социального предпринимательства. И очень часто путаются два понятия самого социального предпринимательства и бизнеса в социальной сфере. Поэтому, если мы говорим сегодня про возникновение определенного тренда вообще в принципе в социальной сфере, давайте начнем с того, что у нас в социалке происходит. Впервые там за много-много лет, наконец-то, наше государство пришло к пониманию, к тому, что нужно обеспечивать, если неравный, то конкурентоспособный доступ, как для государственных поставщиков, так и для негосударственных поставщиков к оказанию услуг в социальной сфере. И, соответственно, сегодня уже ведется на заседании правительства, которое было 31 января, обозначена модернизация социальной сферы именно через расширение доступа негосударственного сектора одним из приоритетов. Агент стратегических инициатив сейчас ведет разработку профильной дорожной карты. И, соответственно, у нас есть две развилки – бизнес в соцсфере и социальное предпринимательство. Поэтому, если честно, я бы говорила сегодня о тренде в России вообще на социальный бизнес в целом. Потому как, да, у нас вот прошел буквально там две недели назад впервые в России праздновался День международного социального бизнеса. Мы видим на сегодняшний момент то количество стартапов, которые появляются в этой отрасли. Но у нас до сих пор нет единого подхода. Нет его и на уровне сегодня, и Министерство экономического развития пытается внести в федеральный закон понимание, а что это такое. И если говорить в целом, то, наверное, каждый эксперт, он для себя сам определяет, что такое социальный бизнес, социальное предпринимательство. Вот я понимаю, что это решение социальных вопросов, социальных задач, проблем, которые есть, но с применением предпринимательских технологий. Если мы говорим о благотворительности, да, благотворительность – это всегда все-таки инвестиция в ноль, да. Когда мы говорим о предпринимательстве, то это ключевой акцент предпринимательства – это самоокупаемость и выход в плюс, да. И, соответственно, сегодня даже в целом у нас рождается и новая индустрия социального инвестирования, и благотворительность уже уходит в прошлое, да. А корпорации сегодня, реализуя свои программы корпоративной социальной ответственности, уже все-таки уходят в сторону социальных инвестиций от чистой благотворительности. Поэтому, наверное, вот сформировался такой действительно международный тренд на социальный бизнес. И даже более того, сегодня уже появляются в мире целые города, которые построены по технологии социального бизнеса. Здорово. Ну, я надеюсь, вы приведете ряд примеров. Единственное, что я вернусь к вашей фразе по поводу того, что вот такая развилка есть в России. В России много вообще развилок, да. А мы всегда в поиске своего пути. Налево пойдешь, известно, да, что будет. Направо тоже вроде бы понятно. А международный опыт, вот, понимание социального предпринимательства, он существует. Там, наверное, нет развилок. Там как-то однозначно все это происходит. Нет, вы знаете, на самом деле развилки и там появляются. Потому что, если мы будем смотреть понимание в Великобритании, одно. В Бразилии это другое. Потому что страны Брик сегодня, в том числе, тоже активно, соответственно, участвуют в развитии социального бизнеса. И обозначают социальный бизнес одним из, скажем так, направлений вообще модернизации экономики. Очень интересная цифра из Великобритании. На сегодняшний момент 1% ВВП в Великобритании приносит как раз социальное предпринимательство. И по оценкам российских экспертов, к 2020 году примерно, если в России все правильно делать с точки зрения выстраивания модели социального предпринимательства, его инфраструктуры, то это в целом может быть ежегодный прирост ВВП в районе 2%. Понимаете, в принципе, это очень большой потенциал. А рынок социального бизнеса оценивается только, оценивается до 2020 года порядка 16-17 триллионов рублей. Это огромная ниша. И вы знаете, я представляю Ассоциацию молодых предпринимателей. Очень часто приходится отвечать на вопросы, а куда идти, куда вкладываться, в какой бизнес, да, соответственно. И вот, наверное... То есть мы говорим о примерах, да, этого самого социального бизнеса. Чем, собственно, можно заниматься? Знаете, я сперва хочу немножко даже не о примерах, а сказать, а почему, да, социальный бизнес сегодня становится привлекательным. Почему мы вот со всех сторон слышим сейчас об этом, да? Потому что давайте посмотрим, вот, поколение 90-х. Какие основные, вот, на ваш взгляд, были отрасли, в которых делался бизнес? В 90-е? Ну, торговля в основном. Торговля и, соответственно, природные ресурсы. Ну, да. Если мы возьмем 2000-е, это эра становления ритейла, как такового, да, появления крупных сетей, и, соответственно, это IT. А какие на сегодняшний момент перспективные ниши, потому что рынок-то, он все равно ограничен, и расти можно выстреливать там с фейсбуками, да, это только за то, что вот вы выходите на новую нишу. Соответственно, сегодня реально самыми перспективными по международным оценкам называются два направления. Это выход в социальную сферу, потому что многие страны берут как раз курс на развитие негосударственного сектора, и международный опыт вообще примерно 13-15%, когда предоставляются услуг именно негосударственным секторам. Сюда мы относим социально ориентированное НКО. При этом в России сегодня этот показатель по разным оценкам от 2 до 5%, то есть у нас огромная еще возможность. У нас во многих, да, действительно, эффект низкой базы, что называется. Туризм, соответственно, либо мы идем в социалку, либо мы идем в туризм, да. Соответственно, сегодня это очень становится перспективным бизнесом с учетом еще и возможностей, в том числе и привлечения интернет-площадок. Говоря о российском опыте, то как-то так получилось, что в России у нас все социальное предпринимательство, оно вот вокруг сейчас, я бы сказала, точка роста социального предпринимательства, это детство. Досуговые центры для детей. Одна из важнейших, разумеется, проблем, это очереди в детские сады, да, и здесь очень много решений тоже в области социального предпринимательства. То, что вы сказали, да, в России в основном вокруг детства социальное предпринимательство развивается, это опять какая-то внутренняя история российская, или это тоже нормально, да, с чего-то надо начинать? Вы знаете, мне кажется, что во многом это и российская специфика, учитывая нашу демографическую ситуацию, которая возникла, и ее перекрестку с экономикой, это очень легко отсматривается, почему так случилось. Да, вот у нас есть премия, которая несколько лет уже проводит фонд «Наше будущее», «Импульс добра», и в текущем году просто можно было посмотреть, какие, собственно говоря, победители. Мы видим, что в основном это связано либо с детскими стадами, либо с досугом, соответственно, детей, либо там, соответственно, сейчас очень большая ниша тоже для социального бизнеса в России, это детский летний отдых. Вот сейчас у нас реально большая проблема, а куда отправить ребенка? У нас в России нет, соответственно, лагерей международного уровня практически, да, а при этом по оценкам сегодня спрос родителей, который не удовлетворен, составляет 5 миллиардов долларов в год. Соответственно, это тоже ниша для предпринимателей. И вот здесь я опять-таки говорю, что нужно, я люблю слово «социальный бизнес», не люблю говорить «социальное предпринимательство», да, здесь очень много возможностей, которые есть и которые существуют. Иногда социальное предпринимательство вообще даже становится неким, как сказать, точкой нового развития муниципального образования. Очень интересный пример есть в городе Коломна, да, где создан первый музей пастилы, это, соответственно, пример проекта, вот такого, канонический пример проекта социального предпринимательства. Сегодня уже вокруг этого музея и на его базе формируется полноценный кластер социокультурный, и люди начинают приезжать и смотреть на это как на туристические объекты. Люди узнают Коломна, а что такое Коломна? Коломна, а там музей пастилы, да. Соответственно, мы показываем, как через социальный бизнес идет развитие территории. Вот сегодня у нас премьер подписал постановление, соответственно, программу устойчивого развития сельских территорий. Я думаю, что очень важно будет при ее реализации посмотреть, как внедрить в том числе механизмы социального предпринимательства. Кстати, при подписании этого проекта наверняка это тоже учитывалось каким-то образом, или просто задача глобальная ставилась, да, как всегда? Вы знаете, любая программа, она же всегда детализуется в каким-то, поэтому сейчас я думаю, что это, в общем, соответственно, выбранный мейнстрим, да, и на этапе уже конкретной реализации нужно смотреть возможности, которые дает этот механизм. Это то же самое, что ГЧП, да, это государство частное партнерство, это конкретный механизм, поэтому в программах это не прописано, в программах все-таки прописано. Я единственное думаю, что учитывая текущую ситуацию в сельском хозяйстве, ну, в развитии, точнее, в инфраструктуре, да, вот, так сказать, поселков, деревень и так далее, там сложно будет социальную зацепку какую-то найти. Сейчас мы прервемся, новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Все ж, друзья, мы продолжаем эфир «Бизнес-класс» на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии Ольга Куценко, член федерального президиума Ассоциации молодых предпринимателей России. И тема нашего эфира – социальный, давайте, как нравится Ольге, я произнесу, социальный бизнес в России. Вот так, более благозвучно, да, Валя? Да. Ну что ж, уважаемые слушатели, вам я напомню, телефон студии 6510996, код Москвы495, сайт компании финам.ФМ. Звоните, пишите, присняйтесь к нашей беседе, темы очень важные, очень интересные и очень актуальные. Мне кажется, опять-таки вернемся к тому, что недавно правительство, да, постановление вот этого выпустило. Давайте вернемся к нему и каким же образом действительно мы можем найти применение социального бизнеса на бескрайних просторах российской деревни, в частности. Вы знаете, здесь очень интересный опыт уже есть, на самом деле, есть проект, называется он «Школа фермеров», реализуется в Перми, где молодых ребят, соответственно, им дают возможность почувствовать себя фермерами. Ребята, которые… Ребята какого возраста? До 18 лет. Это, по сути дела, это воспитанники детских домов, которых, соответственно, привлекают к такой деятельности. И это пример социального предпринимательства, да, соответственно, кто-то там… Такие кейсы уже и в нашей стране есть, на самом деле. Поэтому, если говорить про международный опыт, то сейчас как раз идет тренд о том, что отработав, на том числе и Висбад, он считается первым примером города, который… Социальный город, который построен на технологиях социального бизнеса, как теперь это применить, соответственно, в разрезе сельских территорий. Еще очень интересный, на мой взгляд, российский пример. Мы вот в Москве все знаем «Лавка-лавка», да, и всем хочется уже… Вот у нас, наверное, уже огромное желание все-таки здесь у жителей мегаполиса правильно питаться, правильно вести там экологию… Смотрите, что продукты были экологически чистыми. В моем родном, в родной Новосибирской области ребят запустили проект под названием «Ньюколхоз». Вот есть город Барабинск, город такой, районный центр, да, и вот, собственно говоря, в этом районном центре, в его окрестностях, ребята тоже запустили такую мини-ферму, где можно смотреть вот конкретный гусь, как он растет, за ним наблюдать в интернете, соответственно, его покупать в дальнейшем, да. Это тоже пример, на самом деле, социального предпринимательства чистой воды. И при этом мы видим, что у ребят очень динамично развивающийся бизнес, при этом мы видим, что они привлекают людей, которые могли бы на этой территории вести девиантный образ жизни, они становятся реально обовлеченными в предпринимательство. И мы видим, что территория развивается, потому что появляются такие очаги развития территории. Вот есть даже концепция очень интересная, именно Кавказ, ее часто применяет один из экспертов, очковая модернизация. Вот возможно, именно социальное предпринимательство для наших российских территорий может стать вот этим очагом модернизации территорий. И сегодня та же самая опора России, да, спустила совместно с Уралсибом большую программу по поддержке социального предпринимательства. И акцент ставится именно на то, что социальное предпринимательство, как некий механизм развития социальной среды территорий. Потому что все же начинается с социальной среды, мы с вами выбираем, где нам комфортно жить. Ну, если мы уберем основу вопроса безопасности, да, исходя из того, насколько нам комфортна социальная среда. Я понял, да, я понял. В этом логике есть, конечно. Вот живу я, вот вокруг меня, и я, естественно, прежде всего, да, стараюсь комфортную, да, себе вот эту вот среду создать, да, чтобы мне было удобно, чтобы мне было интересно. Возвлекая, да, все больше и больше в этот процесс заинтересованных лиц. Согласен. У нас есть звонок, давайте послушаем. Виктор, добрый день, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Да, здравствуйте. Ну, на самом деле, я не понаслышке знаком с этой инициативой социального предпринимательства. Просто я всегда, так как очень плотно занимаюсь бизнесом, да, и банковским, и непосредственно зная ритейл, про который, да, вот вы упомянули, что развел сначала ритейл и так далее. А вот мне интересно к эксперту, который непосредственно занимается, вопрос. Я вижу, что сегодня все социальные проекты на сегодняшний момент реализуются людьми на средства, которые, ну, им просто интересно этим заниматься. Они абсолютно не вкладывают в эту идею, чтобы это окупилось. Просто вот вы упомянули по поводу детских садов, да, у меня знакомый хотел это сделать. И на сегодняшний момент, мы говорим, слушай, ну, если люди не готовы платить там, ну, вот я не беру Москву, естественно, да, вот я живу там, в Московской области, там, 3-4 тысячи в месяц. Мы посчитали бюджет с ним, просто прикинули, говорит, ну, как бы, я, говорит, хочу, говорит, да, у меня есть желание, но я понимаю, что я никогда это не окуплю. А вот, собственно говоря, если действительно, вот про постелу тоже, да, я тоже слышал, тоже, опять же, это был создан человеком, который, ну, просто им это было интересно. Он понимает, что это не принесет прибыли, но он... Такой энтузиазм, такой предпринимательский энтузиазм. Да, да, да. То есть, просто как-то вот социальный бизнес, там, называется, тяжело. Вот интересно было бы, есть ли действительно международный опыт, где это приносит прибыль? Вот, хотел бы послушать. Спасибо, спасибо, Виктор, да, вопрос понятен. И более того, если позволите, Оля, я добавлю еще к вопросу Виктора. Может быть, действительно, в принципе, социальный бизнес, он не способен стать рентабельным, тогда нужно участие государства, чтобы оно все-таки в конечном итоге это выглядело не энтузиазмом таким, да, банальным, а это выглядело все-таки прибыльным делом. Позвольте, я буду отвечать не на международных, а на российских примерах. Хорошо. На самом деле, проект того же социокультурного кластера, который вокруг музея Пастилы, он стал, он уже становится окупаемым, потому что это превратился, по сути дела, в объект, ключевой туристический объект города Коломны. И люди сегодня едут реально, там очереди стоят, чтобы попасть. Поэтому говорить о том, что это не окупаемый проект, я не совсем согласна. И это международный опыт как раз построения аналогичных социокультурных кластеров, он показывает, что это окупаемо. Касательно, соответственно, детских садиков и ситуации вообще с конкуренцией, скажем так, с государственными поставщиками услуг. Я повторюсь с того, чего мы сегодня начали свой разговор, что основной тренд сегодня в нашей стране это расширение доступа негосударственного сектора, предоставление услуг в социальной сфере. Соответственно, если мы с вами понимаем, что государство может построить еще один садик, а может, соответственно, датировать детский садик, который, соответственно, строит бизнес. Собственно говоря, вот этим и занимаются такие организации, как агентство стратегических инициатив, и другие структуры, и правительство сейчас активно работает над этим вопросом. Ключевое слово датировать, тем не менее. Нет. Или все-таки как пример... Нет. Вы знаете, я бы сказала создавать равные условия. Смотрите, вот пример, я не утверждаю, я только предполагаю, да, пример с коломенской пастилой. Изначально, опять предположу, подчеркну, что я предполагаю, изначально бизнесмен, который себя дозатевал, может быть, не рассчитывал действительно на суперокупаемость, а может, в принципе, не рассчитывал. Но сложилось, ситуация сложилась так, ведь сейчас, насколько я понимаю, приносит прибыль не сам музей пастилы, да, а некая сопутствующая выстроенная бизнес-линейка, связанная с туризмом, вот вы же сами об этом упомянули, да? Это просто туристический объект стал. Стал, вот. Но изначально ведь он не задумался как туристический объект. Я, честно, не знаю. Я тоже не знаю. Не знаю, не обсуждал этот вопрос, не могу бы сказать. Да, и, наверное, можно говорить о том, что это успешный, ну, один, может быть, да, из успешных примеров. А все остальное, ну, мне кажется, логично, без помощи, ладно, бог с ней, с дотанцией, но без какой-то помощи, поддержки государственной, ну, вряд ли, да, в социальной сфере можно. Вы знаете, об этом-то и идет речь сегодня, о том, что нужно создавать условия, и государство наше к этому созрело. Это очень важно, да? Соответственно, у нас открываются рынки. Если мы только посмотрим, опять-таки, оценка, 15 триллионов до 2020 года, это огромные деньги, огромные возможности для предпринимателей. Другое дело, что, соответственно, да, очень часто мы, когда говорим о типаже, о персоне социального предпринимателя, кто, на сегодняшний момент, чаще всего в России-то оказываются женщины, да, соответственно, которые выходцы из НКО. Оля-Оля, я вас прерву, мы обязательно сейчас поговорим о персонах, да, персонализировать будем это. У нас, кстати, есть звонок, и здесь, видимо, для вас неожиданность. Игорь, звонит нам Игорь, у него есть опыт собственного социального предпринимателя, давайте его послушаем. Игорь, добрый день, вы в эфире говорите. Ну, у меня не совсем опыт свой, у меня свое небольшое аудиторское консалтинговое агентство, я оказывал консультации, вот как раз предпринимателям, которые занимаются, планируют заниматься оказанием социальных услуг. Ну, во-первых, да, действительно, на начальном этапе это, как правило, частная инициатива абсолютно личная конкретных людей. Не всегда это как бы выходцы из НКО, скорее всего, это очень часто люди из банковского сектора, которые уже себя реализовали и как-то так вот пытаются еще дальше развиваться. Ну, это действительно некая такая попытка просто для себя чем-то заняться, уже не думая о прибыли, не думая о деньгах, да? Нет, это не совсем так. Здесь просто вопрос идет о том, что это не короткие деньги, это длинные деньги, да? Мы проводили исследования, в частности, дома для людей старше 60, да, вот европейского формата. Это прибыльная история на самом деле. Но просто это как бы не три года, не четыре, не пять, не семь. Это 15-20 лет, вот такой горизонт. После этого это становится окупаемым. Что касается участия государства, ну, по крайней мере, за последние полтора года, ну, вот налоговый кодекс под эту деятельность сильно подписали. То есть у них достаточно льгот, если правильно этим заниматься, то это вполне возможно. Плюс какое-то там государственно-частное партнерство все-таки должно быть, потому что... Игорь, Игорь, простите ради бога, ну, я понимаю, вы с профессиональной точки зрения, если правильно этим заниматься, что вы вкладываете в эту фразу? Если правильно... Соблюдать законодательство. Соблюдать законодательство, то, в принципе, налоговый кодекс дает достаточные, скажем так, возможности, да, и льгот для компаний социально-ориентированных. Вот эти вот изменения были внесены там же последние полтора года. Вот, то есть если соблюдать закон, то там достаточно много льгот. Ну, и ваше вот личное мнение по поводу перспектив этого самого социального предпринимательства в России, тем более, что, еще раз... Если вы не хотите, если вы готовы ждать 10-15 лет и вложить деньги, то это прибыльная история. Я понял. Скажем так. Хорошо, спасибо вам огромное за звонок. Спасибо, Игорь. Ну, вот такое мнение, Оль, согласны? Да, я в некой степени согласна. Немножечко еще добавлю, что не только те изменения, которые в налоговый кодекс снесены, у нас очень много по области развития социального бизнеса делается Министерством экономического развития. Так, на протяжении последних лет вот уже вносятся прям специальные пункты в приказ о поддержке малого и среднего бизнеса. То есть через этот приказ регионы подаются и получают субсидии, и в дальнейшем уже распределяют их конкретным предпринимателям. И позиций, по которым в области социального предпринимательства, их становится все больше и больше. С текущего года, еще говоря про очень важный момент, чтобы рынок пошел, да, соответственно, люди должны понимать, что такое социальное предпринимательство. Они должны понимать какие-то примеры кейсов, где точки окупаемости. При поддержке, соответственно, в рамках этих субсидий начали создаваться в регионах центры инновации социальной сферы. Некие такие, соответственно, консультационные, образовательные, консалтинговые площадки именно в области социального бизнеса. Сегодня я уверена, что там через год мы увидим рост именно социального бизнеса в регионах. Потому что сейчас все-таки это основное, вот то, что мы называем садовым кольцом. Про проект, который сказали, резиденции для пожилых, на самом деле очень интересная происходит ситуация. Потому что сегодня уже есть толпа инвесторов, которые готовы в это вкладываться. И люди хотят диверсифицировать в том числе свои инвестиционные активы и смотрят в Россию уже и на длинные деньги. Да, может быть не в приоритете. Но здесь, я повторюсь, нужно создавать новые формы государственно-частного партнерства посредством расширения доступа негосударственного сектора к предоставлению услуг в социальной сфере. Поэтому возможностей, на самом деле, в стране очень много. И очень важно, чтобы сами предприниматели включались в диалог с государством и говорили, ребята, что мы хотим изменить. Очень интересный опыт есть в Великобритании. Что они там сделали? Они создали фонд инвестиций в проекты социального предпринимательства. Конечно, такую уникальную ситуацию мы в России не реализуем по одной простой причине. Оль, извините, ради бога, новости на Финам.ФМ потом продолжим. Ну что ж, друзья, мы продолжаем эфир «Бизнес-класс» на Финам.ФМ. Тема сегодняшнего эфира «Социальный бизнес в России». В гостях у меня Ольга Куценко, член Федерального президиума Ассоциации молодых предпринимателей России. Россия, Россия. Напомню, я еще телефон в студии 651099,6, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Так вот, Россия, Россия. А пример из Великобритании. Что сделали в Великобритании? В Великобритании посмотрели, что, значит, есть у нас в банках счета, которые 40 лет не используются. Ну, значит, не востребованы эти счета. Почему бы их на то, что называется... На благое дело. На благое дело. И из этого сформировался фонд инвестиций в проекты социального предпринимательства. И фонд малостью объемом 1 миллиард фунтов стерлингов. На всякий случай. Да, поэтому, в принципе, возможности-то есть. И, наверное, вот такие инициативы в России, они, конечно, с трудом внедряемы, но на зарубежном опыте надо учиться. Нет, нет, я так понимаю, что фонд пополнился, да, деньгами, ну, Великобритании, по крайней мере, да, неких забытых, да, невозвратных вкладчиков. У нас могли быть другие источники. Главное, да, главное начать. Главное найти подход. Вот именно. Тем более, что это востребовано и, наверное, пользуется популярностью. Оль, давайте продолжим в разговоре о длинных, коротких инвестициях, собственно. Итак, резиденция для пожилых, да, как она правильно называется? Проект, так и называется, резиденция для пожилых, он создан по французской модели, вот делает его компания Senior Group, руководителем является Алексей Сиднев. Проект сейчас активно на стадии переговоров, ребят, находятся по поводу его тиражирования в различных регионах, причем самый парадокс, что интересанты есть в том числе и из регионов Северного Кавказа даже. Потому что на самом деле такая у нас сегодня демографическая ситуация, что тот объем койко-мест, который может предоставить стандартные дома престарелых России, не соответствует тем потребностям, которые будут в течение ближайших лет. И поэтому за счет государственного бюджета мы это так же, как и за счет исключения государственного бюджета решить проблему с детскими садами, так же мы не можем решить, соответственно, проблему, которая у нас стоит в секторе, связанном с вопросами для пожилых людей. Поэтому здесь то, что называется бизнес, становится равноправным партнером, если не равноправным, то действительно партнером государства в развитии социальной сферы. Если раньше мы смотрели, знаете, как у нас есть в социологии, говорят, объект-субъект, и вот та же корпорация, приходя на определенную территорию, она все время у нас была таким объектом социальной политики, когда говорят, ну, ребят, вот вы у нас тут, значит, добываете, пожалуйста, детский садик построите, да? Да, поделитесь. Да, сегодня все-таки у нас уже идет изменение подходов, и у компаний есть определенные средства, которые они уже готовы инвестировать в территорию. То есть, когда мы говорим инвестиции, это подразумевает слово возвратность. Вот те же самые центры инноваций соцсферы, которые я упоминала, сегодня они создаются при поддержке именно наших компаний крупных, таких как Русал. Русал открыл центр инноваций соцсферы в Красноярске, проинвестировав в этот проект более 5 миллионов долларов. Соответственно, это возможность, в принципе, запустить уже N количество социальных бизнесов на территории Красноярского края. Соответственно, и другие корпорации сейчас активно смотрят, как такие механизмы от благотворительности, да, от чистой КСО переходить к уже социальным инвестициям. Вот я опять вспомнил это слово, да, вы упомянули о том, что благотворительность сейчас все меньше и меньше пользуется, да, популярность среди бизнесменов, потому что... Она становится личной, вы знаете, вот как бы не корпоративной. Благотворение все-таки это хорошее дело. Она очень хорошая, она замечательная, соответственно. Просто мы когда с вами говорим о том, что нужно, в принципе, изменение модели поведения, чтобы не быть получателями, а быть производителями. Социальный предприниматель — это производитель определенной услуги. Не просто вот я получил, сижу весь такой довольный. Да, довольный, счастливый. А в том числе принцип социального предпринимательства, который определяется там в международных документах, да, отличие о том, что благотворительность. Я получил один раз транш, сделал там, реализовал проект, там, благое дело, и все. А денег-то у меня дальше нет, что мне дальше идти надо просить, да. А если мы с вами говорим про социальное предпринимательство, используемый механизм, я получил транш как первичный капитал, я начинаю развивать бизнес, и, соответственно, у меня есть возможность развиваться, и все, я уже не хожу с рукой. Совершенно другой подход, и я становлюсь партнером в развитии. Ну, то есть, да, я с вами согласен, и все-таки хотелось подчеркнуть, что одно другому не мешает, да, все-таки благотворительность дополняет, конечно. Благотворительность — это благое дело, не случайно так оно и звучит. Вот это такое, да, замечательная история. А социальный бизнес — это решение конкретных задач, ну и плюс еще, конечно, возможность заработать. Давайте попробуем теперь о персонах поговорить. Вот это вот ваше желание, да, нарисовать такой некий стандартный облик человека, ну, в нынешней реалии, я так понимаю, да, человека, который занимается социально. Знаете, я бы сказала, что сейчас, вот, да, было проведено, по-моему, по заказу как раз фонда «Наше будущее», это один из первых российских фондов, это частный фонд Олег Первого, но фонд, который занимается именно поддержкой социальных предпринимательских проектов, да, не инициатива корпоративная, а инициатива частная, да, а исследование, какой образ социального предпринимателя, и чаще всего оказывается, что образ там с женским лицом — это выходцы из НКО, да, но это была статистика до 2013 года. Вот сейчас, вы знаете, прям чувствуется на рынке некие, некие, да, некие очень интересные изменения, потому что люди, в принципе, очень много людей сейчас уходит в инвесторы, продаются активы, люди смотрят, куда инвестировать, в том числе и там длинные деньги, да, и рассматриваются... — А любой, извините, отвлекусь немножко, а любой социальный бизнес, опять вот эта инвестиция, больная тема, любой социальный бизнес — это обязательно длинное вложение? — Нет. — Долгосрочное вложение, нет. — Все зависит от масштабов. На самом деле, вот это, вы можете делать проект, который будет огромным, можете делать проект, который будет маленьким, а вопрос просто в тех же самых условиях, которые на сегодняшний момент существуют. Допустим, в России есть опыт, то, что один из трендов сейчас — это рост системы бизнесов, которые связаны с досугом и дополнительным образованием детей, и взрослых, в принципе, семейным досугом. Так вот, такие частные музеи науки, да, соответственно, в Европе чаще всего это как раз такие проекты, которые инвестируют бизнес, да, соответственно, но для них это проект, там, вот мы проинвестировали, чтобы проект мог выйти на окупаемость, да, но небольшой плюс. В России сегодня, вот, допустим, в Сокольниках действует такой проект инопарк, да, если ты будешь строить огромный инопарк, то, разумеется, его точки окупаемости будут очень длинные, да, и тут без госучастия очень тяжело обойтись, да. Если это вот такие парковые зоны, да, то там можно выйти на окупаемость, ему, если это тиражировать, то это уже становится интересным бизнесом, в том числе, как бы, и для среднего бизнеса с точки зрения, если у тебя один детский сад, да, то, как бы, это одна история, если у тебя 30 детских садов под управлением, то это другая история, причем... Ну, начинать-то ты можешь с одного, да, реализовать проекты. Да, разумеется, на самом деле, очень интересная история, в том числе, как бы, вот этого партнерства, как на рынке говорят B2B. Сегодня корпорация пришла в регион, ну, хочет сделать благое дело, построить детский садик, а что дальше с этим детским садиком делать? Передадим его в муниципалитет, как он будет управляться? Это риторический вопрос. Это вопрос риторический, да, и, наверное, здесь тоже надо менять подходы, чтобы у нас в России сегодня, как бы, нет, еще не сформировались управляющие компании в области детских садов. Вот этот пример с региональным муниципалитетом, он сам, наверное, бедолага не рад, да, что кто-то пришел, построил детский сад и головной боли ему добавил еще. К сожалению, такие парадоксы в нашей жизни есть, поэтому... Мы до этого стучали, да, каждый день приходили молодые мамы и говорят, когда построите, когда построите. Он разводил руками, у нас средств нет, все. Тут, пожалуйста, свалилось, да, и... Как им управлять? Как им управлять? И так сделать, чтобы этот детский садик, его построили по новым стандартам, чтобы это качество, которое в него вложено, оно и сохранялось внутри, как начинка, да, как бы, с точки зрения. Здесь вот как раз, и это тоже основа для социального бизнеса, и на сегодняшний момент, как бы, таких вот крупных управляющих компаний в области, там, детских садов, у нас их просто в России нет, да, когда мы... У нас там есть в ритейле управляющие компании, мы их можем назвать, да, но опять-таки, это мы возвращаемся от бизнеса, который в 2000-е, да, активно там формировался, рост... Ну, смотрите, если говорить о перспективах, то вот это сравнение, да, с ростом, примеров, да, в области ритейла, ну, дай бог, пройдет там еще 5-10 лет, мы увидим крупных управляющих, вот, в рамках детских садов, там, каких-нибудь спорных сооружений. Да, и вот возвращаясь к вопросу, собственно говоря, людей, которые идут в бизнес, мы вот сейчас даже по нескольким звонкам слышали, нам звонят уже мужчины, звонят банкиры, звонят консалтеры. То есть картина действительно меняется кардинально, да? Социальный бизнес становится и с мужским лицом, причем и с мужским перлицом, именно с предпринимательским подходом. А вот это тоже, в этом есть логика какая, что бизнесмены, занимающиеся финансами, серьезно занимавшиеся финансами, да, банкиры, начинают заниматься вот другим масштабом бизнеса. А логика, вы знаете, логика, она одна. То, что называется там в бизнесе, говорят, чуйка есть, да, вот у консалтеров они очень видят четко, какие рынки будут расти, и вот эти рынки, они очень сильно, ну просто уже нет других вариантов, что они расти не будут, потому что у нас есть два вида, если мы с вами посмотрим, социальных услуг. Это те услуги, которые конституционные, и те социальные услуги, которые, скажем так, заточены под сформирующийся где-то, где-то в мегаполисах, можно уже сказать, и сформировавшийся средний класс. Потому что люди уже готовы платить и за частный детский сад в каких-то регионах, и за, соответственно, готовы платить и за услуги в здравоохранении. И на самом деле здравоохранение, там, это тоже социальный бизнес, это огромная отрасль здравоохранения во всем мире, это одно из самых приоритетных, соответственно, с точки зрения окупаемости инвестиций направлений. Поэтому здесь большие точки роста, и неудивительно, что сегодня именно финансисты, инвестиционщики активно в эту сторону смотрят, потому что это бизнес, который будет приносить деньги завтра. Да, это очевидно, но вот упоминая здравоохранение, мне кажется, там все-таки очень на тоненького здравоохранения, да, это вещь такая очень и очень непростая. Вы знаете, социальная сфера, она вся такая, потому что, тем более, вот люди же, мы действительно оцениваем вот качество, в том числе работы и государственных служащих, и муниципальных по той социальной сфере, которую нам вокруг создают. Поэтому здесь очень тонкие реформы нужно проводить, потому что проще всего, когда мы говорим с вами сейчас вот языком таким предпринимательским, расширение доступа негосударственного сектора к услугам в соцсфере. А что чаще всего, вот мы, а как это перенести конкретной бабушке, которая сидит, не знаю, в городе Юрга, Кемеровской области. Бабушка скажет, что и здесь бизнесмены все оккупируют, да? А речь-то не об этом. Кстати, для нее это негативная информация. Да, понимаете, поэтому тут надо говорить о том, что как раз у бабушки будет возможность выбора, да, как бы, где качественнее получить услугу. Будет конкуренция, и для нее возможности это будет давать ей новую свободу, свободу, самое главное, свободу выбора, да. Поэтому рынок развивается, рынок растет, и здесь, я думаю, как раз мы и увидим такие стартапы 3.0, да, как раз в области социальной сферы. И очень важный момент вот параллельно социальному предпринимательству это вот краудфандинг, который сейчас развивается народный. Вот как раз, я думаю, многие проекты, они будут появляться, будут завязаны, в том числе, возможно, и на народный краудфандинг. Потому что это тоже создание общественных пространств новых, да, соответственно, там есть известный пример, по-моему, в Роттердаме, когда в планах стояла постройка определенного моста в течение 30 лет. Ну, а людям это просто необходимо было, как некие связующие звено между двумя границами, двумя частями города. И просто определенное архитектурное бюро, инициативная группа выступили с инициативой построить такой оригинальный мост. И люди собрали эти деньги, был построен мост, он действительно уникальный. И каждый человек чувствует... Надо упомянуть, что это не 30 лет прошло, а гораздо меньше. Да, там прошло 2-3 года, там может быть даже меньше. Я сейчас детали кейса не помню. Но вопрос в том, что, соответственно, это действительно огромный. То же самое здравоохранение, да, но а что для человека главное здоровье? Потому что пока ты есть, ты существуешь. И это возможность... Очень интересные примеры, когда, к сожалению, которые я слышу, у нас сейчас огромная программа, и государство очень много сделано по развитию здравоохранения, и те же перинатальные центры, когда приезжают в регионы, те же чиновники смотрят, государственный перинатальный центр, все прекрасно. А народу нет. Народ идет в частный, если у них есть вопрос. Оль, сейчас еще раз новости, потом продолжим. Ну что ж, друзья, последняя часть эфира «Бизнес-класс» на Финам. Финам. Сегодня мы обсуждаем социальный бизнес в России. У меня в гостях Ольга Куценко, член Федерального президента Ассоциации молодых предпринимателей России. Пример с перинатальными центрами хотела Ольга сейчас... продемонстрировать, да, и как-то с отрицательной какой-то подачей мне показал, к сожалению, сказал. Нет, не то, что с отрицательной подачей, просто на сегодняшний момент, наверное, очень важно нам как раз тот позитивный предпринимательский опыт, который есть в частном секторе, его переносить тоже с точки зрения управленческой и на государственные объекты. И вот это вот скречивание могло бы принести хороший результат, когда, возможно, там некие управляющие компании приходили бы на управление, в том числе, государственными объектами здравоохранениями. Ну, то есть вся проблема-то, да, вот этого примера в том, что замечательно, все хорошо, а никто не ходит. Да, построили. Вы знаете, это как проблема, вот в том числе у нас там в инновационной сфере, очень часто они, эксперты говорят сейчас, я вот считаю, что немножечко уже этот... начала меняться ситуация. Про технопарки. Помните, у нас построили технопарки, говорили? Домиков настроили, а внутри содержания нет. Да, вот самое главное, чтобы наша новая социальная сфера тоже не превратилась в то, что мы настроим новые перинатальные центры, мы настроим, соответственно, детские лагеря, а внутри содержания не будет. Поэтому вот самое здесь очень важно, чтобы было правильное управление и, возможно, здесь и вот управление этими объектами, это как раз огромная возможность в том числе и для государственного сектора. Даже, возможно, я сейчас смотрю с точки зрения экспертной, через какое-то время, чтобы вот у нас есть и государственные детские сады, либо школа, да. Вот почему мы на школу смотрим, что вот в школе должен быть вот директор, да? Почему не разделить вот школу как управление объектом? Потому что мы в такой школе учились, и у нас был директор. В средней, да? Вот школа тоже может быть... Это все-таки объект, которым надо управлять, да? Вот есть учебная часть, а есть оперативная часть, где нужно, соответственно, есть... Завхоз есть для этого. Ну, завхоз, то все-таки как-то, если у нас будет, возможно, это тоже отрасль для управления неких... Появление управляющих компаний по управлению школами, управлению специальными садами. Ну, то есть речь идет о том, что, как минимум, с точки зрения управления, это профессия, да? Это некая, действительно, достаточно серьезная, да, предпринимательская такая история, которой нужно учиться, да, стать профессионалом для того, чтобы потом можно было свои знания и умения применить. Вот с этой точки зрения ведь тоже, да, образование будущих социальных бизнесменов, это вещь важная. И кто-то этим занимается, образовывает их. Ну, помимо того, чтобы рассказать просто, да, пути становления, что называется. Сначала сюда пойди, потом здесь заполни заявление, потом обратись сюда и можешь действовать дальше. Ну, здесь следующая ситуация. Сегодня, вы знаете, образовательный рынок, он очень четко реагирует на запросы от других рынков, он завязан. Поэтому сегодня мы видим, что профильные центры образовательные, они появляются и в высшей школе экономики, я, насколько я знаю, рассматривается такой проект и в Академии народного хозяйства, и в государственной службе. Есть те же центры инноваций социальной сферы, которые создаются в регионах, они тоже подразумеваются под собой образовательный механизм. Есть некие попытки уже с формировавшейся команды тренеров из регионов. Есть Омский проект школы социального предпринимательства, который уже реализуется, уже тиражируется в регионах. И, соответственно, сегодня это становится таким массовым явлением, если не массовым явлением, то точно зарождающимся трендом появления образовательных программ в области социального предпринимательства. Я думаю, что здесь огромная роль будет за дистанционным образованием и, соответственно, будет делаться ставка на проработку вопросов, связанных с экономической составляющей этого процесса. Возможно, есть рациональное зерно, чтобы такие центры социального образования, образование социальных предпринимателей открывать и на территории банков. Вот есть, допустим, Усбербанк, проект центров развития бизнеса. Почему бы такие точки не делать там? Ну, я так понимаю, если говорить о банке, то у него некая смежная такая история, да, то есть он готов кредитовать малый бизнес и, в частности, социальный проект. Ему могли бы с этой точки тоже зрения быть интересны. И он как бы изначально, да, формирует свой будущий кредитный портфель таким образом. А если говорить все-таки о каких-то самостоятельных образовательных учреждениях, вот они какие задачи решают? Они, опять-таки, в рамках государственной программы, да, в рамках становления социального бизнеса работают? Вы знаете, а кто-то в рамках государственных программ, да, ну, в основном мы сейчас видим все-таки игроки, это там высшая школа экономики, РАКС, да, соответственно. Ну, это им близко, да? Это им близко, потому что это все-таки там институты государственного значения, да, скажем так. Ну, в том числе, я думаю, что в ближайшее время мы увидим появление таких программ, насколько я знаю, они уже разрабатываются, именно бизнес-школами. Оль, скажите, вот в России существует Совет по развитию социального предпринимательства? И не один. И не один даже. Вот их функции основные какие? А выработка предложений и решений, которые будут способствовать, чтобы эта категория, этот сегмент бизнеса более активно развивался, что нужно сделать? Вот тот же приказ Минека, да, ну, не всегда министерство может знать, что лучше внести, какие пункты, как. И эти советы, они на самом деле очень многое дают с точки зрения того, что они собирают экспертов из разных отраслей, и люди приходят со своими предложениями. И многие из этих предложений, на самом деле, государство учитывает, это огромный плюс, и мы видим, что новые возможности появляются для социальных предпринимателей. А советы эти, они по территориальному принципу каким-то образом организуются? Я, насколько знаю, существует Совет в торгово-промышленной палате, есть отдельное направление в опоре. В принципе, сейчас все деловые объединения, они сосредоточились на теме социального предпринимательства и большой четверки, которые РСПП, ТПП, там, опора. У них обязательно есть подразделения, связанные с развитием социального предпринимательства. Та же опора, она вообще, в принципе, социальное предпринимательство, социальный бизнес рассматривает, сейчас у них есть программа «Территория жизни», кажется, так называется, «Территория развития», именно с акцентами на регион. Они смотрят социальное предпринимательство как один из приоритетов. И опора как раз подписалась Уралсибом. В России это первый опыт появления особой программы по сопровождению именно проектов в области социального предпринимательства. И, наверное, появление такого социального кредита, оно очень важно. И важно, чтобы это стало массовым на финансовом рынке, чтобы тоже те же самые банки конкурировали за социальных предпринимателей. Тогда и в условиях конкуренции у социальных предпринимателей будет больше возможностей. — Это очевидно, Оль. Но, с другой стороны, непростая экономическая ситуация, как мировая, так и внутри России, дает основания говорить о том, что в ближайшие несколько лет, именно несколько лет ближайшие, мы увидим существенный рост социального бизнеса в России. — Здесь как раз ситуация, наверное, уже для всех многих знакомы китайской мудростью, что кризис — это, с одной стороны, кризис, а с другой стороны, время возможностей. Мы помним, что 2008 год для кого-то стал крахом, а для кого-то стал огромной точкой опоры. — Точкой опоры, да. — Да, точкой опоры. Поэтому ситуация, которая происходит в мире, в том числе и в мире, вы знаете, очень интересный парадокс. Прям суперпарадокс в том, что впервые социальные инвестиции рассматривались на замете G8. То есть есть отдельное направление, и в Лондоне проходило, под Лондоном проходило заседание, и в повестку G8 вошло рассмотрение именно социальных инвестиций и социального предпринимательства. То есть это уже такая международная, глобальная, значимая повестка. И это рассматривается как, в том числе, один из механизмов, если не выхода из кризиса, то как бы некой точки опоры для того, чтобы преодолеть те барьеры, которые создают новая экономическая ситуация. — То есть если на таком высоком уровне всерьез рассматривается социальное предпринимательство, это о чем-то говорит? Это о чем-то говорит, потому что действительно классический выход... — Это говорит о политической воле. Вы знаете, в России все начинается с политической воли. — В России есть такая воля сейчас, да? — Я думаю, что да. — И вот последние постановления как раз об этом говорят? — Ну, это одно из, потому что если мы посмотрим, что говорит президент, президент как раз очень часто акцентирует на то, что в прошлом году была история с посещением детского летнего лагеря, да, и, соответственно, акцент делается, надо привлекать бизнес в этот порой. И развитие государственно-частного партнерства, оно просто мейнстримом идет, на самом деле, реализации, если посмотреть с точки зрения, как делать, да, то это мейнстрим реализации указов в социальной сфере от 7 мая 2012 года, которые президент подписал и которые сегодня для, ну, всего государственного аппарата являются приоритетом в деятельности, да, это некое там вот куда идем, да, и вот с целью полагания. — Да, кстати, говоря о том, как это делать, очевидно, что то, что это надо делать, да, это для всех очевидно, и пример даже и с большой восьмеркой, и уж не говоря о, так сказать, событиях внутри России, а вот ответ на вопрос, как это делать, он всегда однозначный, или здесь возможны варианты, или мы обращаемся опять к опыту, сегодня многократно мы вспоминали примеры, да, той же Великобритании, ну, опыта Запада, вот ответ на вопрос, как делать, он есть, он есть, или каждый раз мы его ищем заново, заново, заново. — Ну, все зависит от ситуации, понимаете, если единого подхода не может быть, мы с мамой сейчас не можем создать так же, как взять, ну, во-первых, наверное, мы сорокалетние невостребованные вклады с трудом в России найдем, если найдем, то миллиард фурсов стенденков, конечно, было бы отлично собрать. — Это эксклюзивный пример, конечно, да, исключительно. — Но я думаю, что вопрос, как, он, государство уже обозначило свой ответ, на самом деле, оно обозначило, что модернизация соцсферы должна идти через развитие конкуренции в этом секторе и расширение доступа негосударственного сектора к предоставлению услуг в социальной сфере. И это, на самом деле, вот он, ответ. — Ответ есть, на самом деле, давайте развивать бизнес. Вопрос теперь — создать механизмы, и, вот, наверное... — Кстати, вот создание механизмов — это задача, опять, государства, или это задача бизнес-сообщества, да, который... — Это консолидированная задача, и в том числе существующих институтов развития, таких там, как агентство стратегических инициатив, там, есть вот ассоциации инновационных регионов, потому что много инновационных проектов, в том числе и в социальном секторе, да. Это задачи института РВК, да, соответственно, у нас есть госкорпитет, компании, в конце концов, поэтому это, на самом деле, консолидированная задача. Нельзя сказать, опять-таки, повторюсь, мы впервые, наверное, в моем восприятии, возможно, я не права, приходим, что общество, бизнес становится не объектами, а субъектами социальной политики. И, ну, партнером, которого государство готово слышать, и готово, соответственно, принимать его предложения и совместно их реализовывать. Вот это вот, наверное, когда говорим государственное частное партнерство, это еще в этом плане, если мы отойдем от экономической трактовки, то некую такую философскую передадим. Поэтому акцент — это бизнес, это возможности, это, соответственно, качество, да, потому что мы все хотим качественное образование, качественное здравоохранение, качественный отдых для детей, не только качественный досуг, качественную социальную защиту. Поэтому огромные рынки, огромные возможности, я думаю, что именно поколение предпринимателей, когда-то называют там X0, да, соответственно, оно будет уже не войти, оно будет уже в социальной сфере. Ну что ж, Оль, огромное спасибо за то, что вы нашли время, во-первых, посетить наш эфир. Я напомню, сегодня в студии бизнес-класса была Ольга Куценко, член Федерального президиума Ассоциации молодых предпринимателей России. Вы говорили сегодня о социальном бизнесе в России, ну и буквально два слова осталось у нас там 30 минут. Как вы, насколько позитивно вы оцениваете, да, это в ближайшей перспективе? Вы знаете, я всегда смотрю на это с точки зрения, готов ли ты сам вложиться в такие проекты. И вот сейчас с точки зрения бизнеса я тоже рассматриваю возможность участия именно в проектах социального бизнеса. То есть вы лично рассматриваете, я правильно понимаю? Поэтому всегда, вот когда любого инвестора спрашивают, а готов ли ты сам? Ты сам, да. Да, если да, то, соответственно, да. Вы о многом говорите. Если мы говорим просто какое-то бла-бла, это неинтересно. Согласен. Оля, огромное спасибо. Уважаемые слушатели, спасибо вам за внимание. Как всегда, мы услышимся завтра. Всего вам хорошего, успехов в бизнесе. До свидания.